Здравствуйте, мои дорогие! Спасибо большое, что вы заходите ко мне в гости и смотрите моё видео. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за ваши добрые, тёплые пожелания в мой адрес. Я так понимаю, что вам нравится, и я буду снимать дальше для вас, показывать нашу природу, нашу жизнь и всё то, что я каждый день делаю. Очень красиво цветёт рапс, и пчёлки так хорошо работают, стараются. Такая хорошая погода на улице, и хочется больше времени проводить, по возможности, конечно, всё на улице. Такую позитивную энергетику получаем, когда смотрим на это всё. Мы счастливые люди, потому что мы можем это видеть своими глазами, мы можем это слышать, мы можем это чувствовать. Желаю всем здоровья, самое важное. Рапс у нас и белый, и жёлтый. Он такой красивый, целые-целые поля рапса. Пчёлки так работают, собирают мёд. И сегодня я завтракала на улице, а потом ещё я там полдничала, пила чай из листьев малины и смородины со своего куста. И ела эту вкусную клубнику, которую я вчера собирала на частном поле. Солнечные зайчики так хорошо играли в моём чае. И вчера я сорвала целый букет полевых цветов. Очень люблю полевые цветы. У меня в саду очень красиво, спокойно, уютно. Всем дарю своё сердечко. Яблочки уже большие стали. Первые витамины, которые я выращивала, это клубника и восхитительная малина у меня. Витамины свои, такая она сладкая. Сегодня у меня была большая работа. Я собирала две посылки. Одну посылку я собирала для православной церкви. И любезно согласилась одна моя подписчица из нашего города. Она отвезёт её в православную церковь. Я собрала детские вещи от моих внуков и вещи, которые мои. Обувь тоже. Самое важное, когда мы отправляем такие посылки, или мы просто дарим эти вещи, чтобы это происходило от сердца. Важно, чтобы эти вещи все были хорошего качества, чтобы они не были порванные, чтобы они не были потёртые, чтобы они не были грязные. Потому что люди, которые будут их одевать, чтобы они чувствовали нашу энергетику, потому что в каждой этой вещи остаётся наша энергетика, остаётся кусочек нашего сердца. И в моих вещах и в вещах от моих внуков только добрая энергетика. И я хочу, чтобы люди носили их с радостью. Поэтому это очень важно, чтобы вещи были хорошие. Ну, в смысле чистые и не такие поношенные. Вы меня понимаете, что я хочу сказать. Может, я что-то неправильно высказываю в своём мысли. И это такая она большая. Я долго упаковывала, чтобы всё было хорошо. И обувь, конечно. А вторая посылка, она поедет уже так, потому что на автобусе. Я отправлю её к себе на родину, в Молдавию. Но это будет немножко позже. Это будет в следующем месяце. Давайте будем хоть по чуть-чуть помогать тем, кто нуждается. Потому что времена сложные, тяжёлые. И очень много людей, которые нуждаются, хотя бы так, от всего сердца это сделать, чтобы люди радовались и понимали, что они не одиноки. Я очень рада, что я сегодня смогла, справилась и поделилась с вами. Я надеюсь, что всем придётся по душе. Спасибо большое, что вы были со мной сегодня, что смотрели моё видео. Всем-всем желаю здоровья, всех благ, мира и добра вам. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok